Друзья, всем привет, доброе утро! У нас сегодня среда, и идёт жуткий книжный марафон. Из-за того, что я читала очень долго «Дурную кровь», естественно, я немного запоздала, и не так много времени снимать каждый день какой-то влог, посвящённый книжному жуткому марафону, и плюс, естественно, я не успею прочитать пять книг за неделю, это надо просто мне тупо не спать. Вот, поэтому я решила просто записать влог на какую-то книгу, которая будет жуткая, страшная, щекотящая, нервишки. Вот, у меня на самом деле было до вчерашнего дня два претендента в этот влог. Это первый день весны, такой детектив-триллер тоже вроде как пугающий, страшный. И девятый дом, Лебардуга. Про девятый дом я слышала отзывы, что это реально жутко, мерзко, отвратительно, но до ужаса интересно. Вот, и я склонялась прям вот к Лебардуга, тем более, что тут написано, что сам Стивен Кинг, король ужасов, написал, что это один из лучших романов, прочитанных мной за многие годы. Я не прям уверена, что здесь будет как-то страшно, но это университетский такой роман. Алекс Стерн не похожа на других первокучников Хельского университета. Она выросла на задорках Лос-Анджелеса, рано бросила школу, дружила с плохими парнями и перебивалась случайными заработками. В 20 лет Алекс выжила в ужасной бойне, и благодаря этой трагедии загадочным образом получила шанс стать студенткой одного из самых престижных университетов мира. Почему она, и в чем тут подвох? В Нью Хевен, к вопросам, которые терзают Алекс, прибавляются и новые. Запрещенная магия, секретные общества, порочная элита лиги плюща. Что за страшные тайны скрываются в древних благопристойных стенах Еля? Это триллер, тут даже есть такая вот картинка, где женщина трещется от страха. Вот, поэтому я склонялась к этой книге. Но вчера на работе моя коллега дала мне другой триллер-детектив. Ну, нет, больше триллера, наверное. Шепот за окном. Я слышала про эту книгу и не раз, и как-то было интересно прочитать, но руки не доходили. Она даже у меня лежала, по-моему, какое-то время в корзине на Читай-городе. Но суть не в этом. В общем, она мне принесла прочитать и сказала, что обязательно к прочтению. Ей очень понравилось. Поэтому я приняла решение, что мы начнём с вами вот с этой книгой. И, возможно, я включу в этот влог ещё вот эту. Но не уверена. Я всё-таки думаю, что одной книжкой мы с вами обойдёмся в этом жутком книжном марафоне. Вообще я не особо прям тот человек, который празднует Хэллоуин. Конечно, прикольно. Там мы с друзьями пару раз собирались и отмечали. Но для меня это как-то... Ну, то есть я могу спокойно это просто пройти мимо, никак не отмечать. Но приурочим этот влог к жуткому книжному марафону вот с этой книгой «Шёпот за окном». Вот. Я, честно говорю, я никак вообще не украшала дом. И, если честно, не планирую. Объясню, почему. Потому что, во-первых, у нас нет... Ну, я не могу найти нормальные, красивые какие-то украшения, которые были посвящены Хэллоуину и вот всему такому. Во-вторых, как бы, ну, это всего неделя, да. Вот. И ради этого тратится там... Тратить деньги на всю вот эту... Весь этот декор, который потом уберётся в шкаф, идёт использоваться только там раз в год. Ну, в общем, это не Новый год. Вот. Поэтому, скорее всего, да, я не буду украшать. Но, может быть, если я найду в магазине что-нибудь прикольненькое, там, может быть, свечку в виде тыквы, этого будет достаточно. Вот такие планы. Поэтому я поехала на работу монтировать. Сегодня ещё мне предстоит мой предыдущий влог. Вот. Буду работать, монтировать, читать. Присоединюсь к вам, как прочитаю, наверное... Ну, не знаю. А как обычно, 100 страниц. Кстати, ещё коллега подарила мне вот такую закладку классную для книг. Это прям настолько удобно, что теперь буду пользоваться этой закладочкой. Вот так чик складём. Закрываем. И вот так вот это выглядит. Классно, да? На самом деле, я так уже привыкла таскать с собой вот этот огромный кирпич Роберта Гэлберта на работу, что даже как-то непривычно, что мой шоппер, где я обычно ношу всякие книжки, там, зарядки и всё прочее, настолько лёгкий теперь. Какая сегодня прекрасная погода. Да, неправильный день я выбрала для жуткого книжного марафона. Но ничего, просто солнышко светит, тепло. Отлично. Последние недели как-то с погодой нам не особо везло, поэтому радуешься солнышку очень сильно каждый раз, когда оно выглядывает. Сейчас у нас час дня, я на работе, вот я пошла приставить машину. У нас просто парковка на работе такая, что каждые три часа надо выезжать и заезжать обратно, чтобы не платить деньги. Вот, поэтому занимаемся таким вот упражнением 3-4 раза за рабочий день. В общем, все мои планы пошли ко дну в течение сегодняшнего дня, я не смогла там поделать что-то для видео, к сожалению. Я уже еду в сторону дома, у нас почти 7 часов вечера, вот. И сейчас буду готовить ужин, и уже после этого буду приступать к книге и монтировать видео, надеюсь, да. Так что вот так. Голодный ужас. Надо скорее приготовить что-нибудь вкусненькое. Привет! Привет, маслячки! Рома, не умею. Как ты тут? Вот так вот. Вот так вот. Зеленька, мой зеленький. 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 Вот так вот, как выглядит мокрый Каспер. Каспер. Этот парень вышел только что из душа, я его помыла. Он быстро сохнет, но еще кое-где мокрый. Ему... Каспер, нет, это я специально выбрала тебе. И он пришел сюда, чтобы продолжать играть с водой. Коту не хватило водных процедур. Да? Каспер, ну давай, давай. Смотри. Сюда смотри. Ну, это может продолжаться бесконечно. Сюда смотри. Сюда смотри. Сюда смотри. Сюда смотри. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я уже прочитала 75 страниц, есть что рассказать. Книга повествует нам две сюжетные линии. В первой мы читаем про маленького мальчика Нил Спенсер, который из очень благополучной семьи. И там первая глава начинается с того, что он идёт по огромному пустырю в темноте вечером, и за ним кто-то следит. Ну и в общем что-то происходит, мы не знаем, что происходит, на этом глава заканчивается. Ну очевидно, что с этим мальчиком что-то сделал тот, кто за ним следил. Дальше параллельно с этим у нас идёт история про семью. Там есть тоже маленький мальчик, которого зовут Джек, и его отец. Мы не знаем пока что как зовут нашего отца. У них была мать, которая умерла, обстоятельства смерти мы также не знаем. И у них очень сложные отношения, потому что когда была жива мать, она была более близка к сыну, чем отец. И вот как-то не удалось им наладить такой контакт между отцом и сыном хороший. Поэтому после смерти матери Ребекки всё стало совсем сложно, и отцу очень не хватает. И он не знает порой, как себя вести, как общаться с ребёнком, как сделать так, чтобы ребёнок ему доверял, тянулся и так далее. То есть в целом вроде бы всё хорошо у них, но какой-то вот такой тонкой связи у них нет. И они решают переехать в новый дом, потому что мать нашли в старом доме, где они жили. И отец решил, что нужно избавиться от таких плохих воспоминаний, поменять жизнь, начать её с чистого листа, чтобы ему было легче, чтобы он в каждом углу не видел свою жену, чтобы ребёнку было легче и так далее. В общем, они принимают решение, он покупает новый дом, и они переезжают в этот дом. И тут отец замечает, что их мальчик, его зовут Джейк, он очень странно себя ведёт. Во-первых, он сам по себе закрытый, молчаливый, он особо ни с кем не общается, у него нет друзей. Мальчику в районе 7 лет. Он очень замкнутый, постоянно в себе, у него очень сильно отличается поведение от своих сверстников. Но жена всегда говорила, что это нормально, просто такой ребёнок, в этом нет ничего там странного. По итогу они переезжают в этот дом, и он замечает, что его сын с кем-то общается, что у него есть какой-то вымышленный друг-девочка. Причём он не особо хочет рассказывать об этой девочке отцу. И в первый вечер, когда они переехали в этот дом, он его укладывает спать, и тот ему, сын говорит папе, что ты дверь закрыл. А отец, когда они въезжали в этот дом, у него было странное предчувствие, что этот дом какой-то не такой. Но он себя успокаивал тем, что это просто новая жизнь, всё по-новому, ты переживаешь, и в общем тебе кажутся какие-то странные вещи. И когда он ему это говорит перед сном, тот, конечно, напрягся, мол, почему у маленького Манечка вообще откуда такие мысли. И пытается его убедить в том, что всё в порядке, не переживай, я за этим буду следить. Хотя сам про себя думает, что, блин, а я вообще закрыл дверь, мы на втором этаже, и как бы, по сути, может, любой сейчас проникнуть в дом, и я даже не замечу. Вот, ну какие-то такие дурацкие мысли, которые тебе лезут в голову. Но потом он от них отмахивается и говорит, что, типа, нет, это просто кажется, всё-всё нормально. Но мальчик ему повторяет его вопросы, говорит, пожалуйста, проследи как бы за тем, чтобы у нас была дверь закрытая, это очень обязательно. Отец спрашивает, почему, почему ты так переживаешь, что случилось? И он ему говорит такую фразу, если дверь прикрыть забудешь, скоро шёпот слышать будешь. И тут, конечно, просто наступает стопор у отца, он спрашивает, откуда ты это знаешь, кто тебе это сказал? Он молчит, и отец сам догадывается, что якобы это ему сказала вот эта девочка, его подруга, которой не существует. В общем, на самом деле, так немного прям ты читаешь и тоже слегка начинаешь напрягаться. Параллельно с этим первая линия нам рассказывает про то, что вот пропал мальчик, и начинается масштабное расследование в городе Фейзербэнк, собственно, это тот же самый город, куда переехал наш Джейк с отцом, и ведут это расследование, получается, три детектива, инспектора. Изначально его вела женщина с её начальником, но по истечении 48 часов, когда мальчиков всё-таки так же не нашли, нет вообще никаких зацепок и догадок, что могло произойти, они приходят к тому, что, скорее всего, с ним что-то сделал абсолютно чужой человек. У них есть банальные какие-то объяснения тому, что могло произойти, обычно это несчастный случай, либо что-то сделали близкие люди, а тут как бы по истечению 48 часов они понимают, что нет, в этом замешан какой-то чужак, а что-то произошло нехорошее. И мы понимаем по мере чтения, что все чего-то очень боятся, но непонятно чего. И по истечению 48 часов наши инспекторы принимают решение вовлечь ещё одного человека в расследование данного дела, потому что они очень переживают по какому-то поводу, но мы пока не понимаем по какому. И этот человек тоже детектив-инспектор, который занимается, работает в отделе полиции, занимается обычными там расследованиями, но в своё время, там 20 или 30 лет назад, он раскрыл одно очень громкое дело, которое было у них в городе, и он поймал маньяка, который убивал и, по-моему, насиловал детей. Вот, это была очень жуткая и страшная история для всего городка. Так как у него был определённый опыт в таком деле, они решают его привлечь снова и попытаться с помощью этого детектива раскрыть дело. Значит, женщина, которая занималась изначально этим делом, её зовут Аманда Бэк, у неё есть вот шеф, которого зовут Лайонс, и они привлекают детектива, вот ему там 45 лет уже, его зовут Пит Уиллис. И, в общем, вот мы прочитали 75 страниц, и я сейчас нахожусь на том моменте, вот в первой линии происходит то, что они пытаются понять, что же могло произойти с этим мальчиком, они уже посмотрели все камеры наружного наблюдения, они уже полностью прочесали все районы, куда бы он мог пойти, и там ещё рядом с этим городом есть огромный-огромный лес, ну, как не лес, а пустырь, где он, собственно, и потерялся. И сразу же за этим пустырём находится огромный, очень глубокий карьер. В общем, полиция всё осмотрели, в поисках хоть каких-то зацепок и улик, но ничего не нашли. И вот тут как раз говорилось о том, что в подавляющем большинстве случаев пропавший ребёнок достаточно быстро находится и возвращается родным. Такие происшествия делятся на пять основных категорий беспризорность, побег, ДТП или несчастный случай, похищение членом семьи, либо похищение нечленами семьи. В данный момент закон вероятности говорил Питу, что исчезновение Нила Спенсера вызвано несчастным случаем какого-то рода и что ребёнка достаточно быстро найдут. То есть это были мысли в начале поисков, но по истечению 48 часов уже всем было понятно, что это не несчастный случай, это никак не связано с родителями, потому что родители и семья были все в отделении и пытались как-то помочь, а у него родители алкаши, причём оба, и они не вместе. И, собственно, он пропал, потому что он уходил из дома отца, возвращался домой к матери. Никто не сообразил, что мальчика семи лет нужно проводить до дома вечером, и вот, собственно, что-то произошло с ним. И вторая сюжетная линия вот как раз про Джека и его отца, то, что они приехали в новый дом, и какие-то странности начинают происходить, отец начинает переживать. Посмотрим, что тут дальше будет. Если честно, тут на обратной стороне книги уже есть вот эта фраза, которая говорит мальчик, если дверь прикрыть забудешь, скоро шёпот слышать будешь. И тут ещё четыре-три фразы. Очень так неприятненько всё это читать. И мне эти четыре фразы очень сильно напоминают читалочку из Фредди Крюгера. Я думаю, её все прекрасно помнят. Что-то там, раз-два, я иду тебя искать, три-четыре, закрывайте дверь в квартире, пять-шесть, Фредди хочет всех вас съесть, семь-восемь, что-то там не помню. Ну, в общем, так до ужаса неприятно вспоминать те фильмы, и вот такие считалочки узнавать. Но могу сказать, что довольно-таки интересно. Я не думала, что сюжет у нас будет делиться, скажем так, на два. Мне всегда это интересно, пытаться понять, как изначально вообще не связаны дела, истории, как они будут переплетаться, и к чему в итоге придут. Иду читать дальше. Мне кажется, очень подходящая, однако, под жуткий книжный марафон книга, которая уже на 75-й страничке. Тебе так становится не по себе. Я сейчас дома одна, и уже темно за окном, и я... У меня во всех комнатах почти выключен свет, и я ходила развешивать бельё, и так прям мне было немного шутковато, когда я входила в комнату. Естественно, ну, все понимают это состояние после просмотра ужастика или прочтения чего-то такого зловещего. Вот, и тут уже на 75-й странице уже есть такое ощущение, так что даже страшно подумать, что будет дальше. Ладно, пойду читать. Так, ребят, я уже на 165-й странице, и это реально жутко. Мне становится немного не по себе. Хочется включить какую-нибудь милую комедию или мультик, чтобы всякие непонятные ощущения ушли. Почему я так реагирую? Потому что, в общем, мы продолжаем читать историю мальчика и отца. Мальчик пошёл в школу первый день, и он также по-прежнему ни с кем не общался, и не хотел. И на перемене большую все были на улице, его тоже заставили выйти на улицу, и к нему опять пришла эта девочка. Ну, то есть по описаниям ты понимаешь, что либо у него галлюцинация, да, и он просто с кем-то общается, либо же к нему реально кто-то приходит, тот, кого не видят другие. И эта девочка максимально ужасающе описывается в каком-то платьице в горошек с облипшими вот так висящими волосами. В общем, не очень приятное описание. Вот. И это замечают учителя, вот, делают выговор отцу, что, мол, у вас ребёнок разговаривает с кем-то непонятно с кем, сам собой. И дома, значит, они приезжают домой, происходит такой случай, что там что-то происходит, и он слышит разговор, что его Джейк разговаривает с кем-то и слышит второй голос очень учётливо. И он понимает, что этот голос не принадлежит ребёнку его, и он принадлежит какому-то взрослому человеку, такой всипший, грубый, низкий голос. Он влетает в комнату и как бы не видит никого, кроме своего сына, который сидит на полу и также рисует свои рисунки. И когда он спрашивает, с кем-то разговаривал, тот, естественно, молчит, ничего не хочет рассказывать. Отец спрашивает, это та самая девочка, он опять молчит. И отец, мол, я не против, что ты с ним... Ну, пытается как-то выйти на контакт, чтобы он с ним поговорил. Тот в слезах встаёт, выбегает и говорит, это была не девочка, это не она. Он спрашивает, а кто? И он сказал, мальчик в полу. Что это значит? Вообще непонятно. В общем, становится, да, неприятно. Всё, что я буду говорить дальше, это будет спойлерная часть, но просто не вижу смысла говорить про книгу, не говоря про спойлеры, потому что тогда что тут рассказывать, да, поэтому будет, видимо, постоянно висеть плашка спойлер. Для тех, кто не боится, слушайте, что там происходит дальше. И вот линия повествования про пропажу мальчика. Наконец-то у нас схлопнулись эти две истории, то есть история про Джейка и его отца, когда он пошёл в школу, и там один мальчик, задира, подошёл к нему и сказал, что ты, мол, сидишь на месте пропавшего мальчика, и он пропал год назад. То есть, мы понимаем, да, что разница в год между этими двумя сюжетными линиями. И вот сюжетная линия, где расследуется пропажа этого самого мальчика, его уже нашли, его нашли там же, где, собственно, он и пропал, около вот этого разбитого телевизора. Нашли в такой же позе с малькой на голове, вывернутой, как делал и оставлял вот убийца, как же его там звали, Картер, который сидит в тюрьме. А самое интересное, что наш сыщик приходил в тюрьму к Картеру и пытался выяснить что-то, и по диалогу с ним он понял, что Картер знает про мальчика, и он ему, по сути, дал подсказку, как, где его искать. И это так оно и получилось. Ну, в общем, непонятно, как этот Картер, сидя в тюрьме, узнал, но, потому что там вся корреспонденция, которую он получает, её тщательно проверяют, к нему никто не допускается в гости, кроме нашего сыщика, но, единственное, у него там очень много приятелей в тюрьме, которые его поддерживают, и, как бы, через них, возможно, как-то он общается с внешним миром. Ну, в общем, очень интересно, как это всё связано. Вот, но вот эта история с мальчиком реально немного пугающая, потому что я, ну, как бы, я люблю смотреть ужастики и всё такое, но меня всегда очень сильно именно пугают вещи, которые связаны с детьми. Знаете, вот когда-то маленькие девочки в белых платьицах с косичками там что-то ходят, молчат или просто на тебя смотрят, у меня это уже вызывает ужас и страх. Вот, а тут, ну, как бы, плюс-минус то же самое, что маленький мальчик 7 лет разговаривает непонятно с кем. Вот, и тут ещё такой случай был, что отец лежит ночью и слышит, ему снится какой-то ужастик, его кто-то резко хватает за ногу, он открывает глаза и настолько сильно темно, что он сначала не понимает, кто стоит, и он начинает рассмотреть, ему кажется, что стоит вот это по описаниям девочка, которая приходит к его сыну, но потом он слышит шёпот, ну, поворачивается на звуки, которые доносятся снизу, и когда обратно уже поворачивает голову, то он никого не видит. И он резко встаёт, бежит, смотрит, что происходит внизу, и оказывается, что наш Джейк сидит на первом этаже около входной двери, и там вот эта щель для писем, и через неё перешёптывается опять вот с этим голосом, который уже отец слышал накануне. И этот голос говорит, типа, открой дверь, ну, я тебя защищу, всё будет хорошо, не переживай, и сует, короче, пальцы вот в эту дырку. Боже мой, ну, это очень жутковато. Описано всё так, прям, да. Хорошая книга для жуткого книжного марафона. Это 100%. Первый раз в Москве за последние, наверное, лет 10. за 10 тоже. Или даже больше. Выпал снег в октябре. Отлично. в октябре. В октябре. В октябре. в октябре. В октябре. В октябре. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, я уже на 395-й странице. События наши разворачивались просто максимально стремительные. Я буквально за один день прочитала почти всю книгу, потому что не могла оторваться. Было очень интересно и до сих пор интересно. Сейчас у меня обеденный прерыв, я специально остановилась на таком моменте, где уже почти всё идёт к завершению. И самое сладкое оставила себе сегодня на вечер. В общем, у нас уже, как я говорила в предыдущем подключении, что две линии повисования, они уже переплелись. То есть мы понимаем, как это связано друг с другом. Выясняются очень интересные обстоятельства наших главных героев. И мы выясняем, что оказывается, они связаны друг с другом. И не просто какой-то историей или событием, а, скажем так, по жизни связаны. Итак, это будут рассказываться, естественно, спойлерные моменты, потому что иначе про книгу вообще никак не рассказать. В общем, наш главный герой, отец, его зовут Томми Коллинс, находит в своём новом доме, в этом ангаре, точнее, в этом гараже, где копошился незнакомец, пытался его открыть. Труп, точнее, не труп, а уже останки кости. И мы понимаем, что это тот самый мальчик, которого не смогли найти 20 лет назад, главный детектив Пит Уиллис не смог найти. И вот находятся останки этого мальчика, все в шоке, и все отчасти рады, ну и расстроены, что, оказывается, он лежал так, скажем так, на видном месте. После этого, конечно, приезжает полиция, начинается расследование, каким образом они там оказались и кто к этому может быть причастен. И тут заходит наш Пит Уоллес, который расследовал это дело 20 лет назад в дом к Томми Коллинсу, и они смотрят друг на друга, и ты понимаешь, что что-то здесь не так. В том числе и мальчик, который присутствовал, естественно, при их первой встрече, тоже заметил, что что-то не так. А оказывается, это отец Тони Коллинса, это дедушка нашего Джейка. С течением книги мы читаем про Пита Уоллеса и понимаем, что он живет один, что что-то произошло в прошлом с его семьей, что он очень сильно злоупотреблял алкоголем, и из-за этого, собственно, ну, видимо, он там расстался со своей женой, со своим сыном, вот, видимо, он поднимал руку, и т.д., и т.п. Ну, в общем, когда они видятся, мы понимаем, что да, на самом деле он покинул свою жену и ребенка, дабы не сделать еще хуже, потому что он был связан плотно алкоголем, очень много пил, и вот до сих пор еще не сказано точного момента, как у них завершились отношения, что же произошло, только какие-то намеки на то, что якобы Пит поднял руку на свою жену, хотя потом есть этому опровержение в его же словах, ну, в общем, мы пока еще не знаем точно, что там произошло, но суть в том, что спустя 20 лет он не общался ни со своей бывшей женой, ни с ребенком, он не знал, как у них дела, он просто всегда надеялся, что у них сложилась жизнь хорошо и так, как надо, и что тот вынужденный уход послужил только тому, что они нашли там прекрасную жизнь, и все у них хорошо и в порядке. Тут он встречается со своим сыном и со своим внуком при очень неприятных обстоятельствах, когда у них в доме находят труп, а точнее останки того мальчика, которого он не нашел 20 лет назад, ну, в общем, очень все запутанно, но интересно, и вот тут события максимально стремительно, конечно, начинают разворачиваться, и все начинают пытаться понять, что же в итоге произошло, кто был к этому причастен, как-то понять, каким образом убийца, который сидит в тюрьме, Фрэнк Картер, знал про то, что будет, знал, где искать, и все начали думать о том, что у него есть какой-то информатор в тюрьме, через которого он получает какую-то информацию либо передает. Начинается расследование, и в какой-то прекрасный день отец Джимми, Том Коллинз, уходит на ужин там с одной женщиной, тоже долго рассказывает, он с ней познакомился в школе Джейка, одна из мам, выяснилось потом, что она еще и журналист, но, в общем, это не важно сейчас. Они пошли ужинать, и в этот момент он оставил своего ребенка Джейка со своим папой, то есть у них уже отношения, я не могу сказать, что они наладились, они поговорили там друг другу, все простили, нет, но небольшое потепление произошло, и вот он решил, так как Пит, дедушку, очень нравился его сын, он решил, что, в принципе, может оставить Джейка с дедушкой и сходить на ужин. И, естественно, в этот момент к нашему Джейку подбирается убийца, он врывается в дом, по великой случайности, врывается в дом, забирает ребенка, при этом при всем он очень сильно ранил Пита, дедушку, тот при смерти в больнице, вот, и мы сейчас находимся вот как раз 295-я страница, я остановилась на том, что только что вот все приехали, полиция, наши главные сыщицы, пытаются понять, куда же пропал Джейка, кто его забрал, то есть там есть уже некоторые догадки и ниточки, к кому это все идет, и я так понимаю, что наш убийца, кто сейчас все это делает, это сын этого Картера, который сидит в тюрьме, потому что на самом деле Картер убивал детей, не потому что там он ненавидел детей, а потому что он ненавидел своего собственного ребенка, но его он убить не мог, поэтому он убивал других детей, представляя себе на их месте своего собственного сына, а сын рос в этой обстановке, видел все эти убийства, понимал, что отец убивает других детей, потому что он просто тупо не может убить его, ну понятно, да, что там с психикой ребенка сложилось, и в общем он вырос таким человеком, тоже неадекватным и ненормальным, который сейчас хочет находить детей, которые живут, ну не то что неблагополучные, но тех детей, у кого очень плохо складываются отношения с родителями, какие-то есть проблемы в семье, вот он их хочет, точнее он их забирает и пытается как-то наладить их жизнь, уберечь, поэтому он украл нашего Джейка, потому что он видел, что у них очень сложные отношения с отцом, нет матери, и он подумал, что этот ребенок нуждается в помощи, в его извращенной помощи, он верен в том, что он помогает детям, то есть помог тому мальчику, который в итоге убил, причем мы, кстати, до сих пор не знаем, по какой причине он сорвался и убил его, но мы понимаем, что скорее всего это была только причина, и в случае с Джейком это может не затянуться так долго, как в случае с первой жертвой, и он может сорваться в любой момент, в общем, поэтому еще больше тебя это держит в напряжении, что же случится с Джейком, ну, конечно, я думаю, что его найдут и все будет хорошо, посадят этого сына убийцем, в общем, напряженненько, так сказать, сегодня я обязательно уже дочитаю эту книгу и поделюсь своими финальными впечатлениями, я извиняюсь за то, что я, возможно, постоянно смотрю вбок, я стою как бы на дороге, я никому, конечно, не мешаю, вот, но тут периодически проезжают машины, и у меня волей-неволей взгляд падает в ту сторону. Пойду дальше работать, вечером дочитаю книжку и уже присоединюсь с финальными впечатлениями. Нахожусь уже на 421-й странице, и тут такой поворот произошел, что я бы все думала по-другому. Был один такой важный глобальный вопрос у меня, кто же видится нашему мальчику? Вот его воображаемый, воображаемый, точнее, подруга, с кем он постоянно общается, девочка в платьице, с волосами на бок, со странной улыбкой. Я сначала думала, что это плотовое воображение, ну, просто как маленький ребенок, он придумал себе вымышленного друга, и все. Но потом мы понимаем, что эта девочка подсказывает очень много вещей, которые Джейк не мог ниоткуда узнать. Я уже начала думать о том, что тут какая-то мистика в книге будет, и еще что-то там, привидение, все дела. И тут, ну, как бы второй момент, он еще пока не подтвержден и не опровергнут, но сейчас выяснилось, что, оказывается, эта девочка, это прототип его матери, просто его мать в детстве. Откуда он вообще себе нарисовал такой образ? У него был вот этот маленький секретный пакетик с очень важными вещами, которые он всегда носил с собой, никогда никому не давал в руки. Там нашлось очень много фотографий, писем, разных безделушек, и в том числе старые фотографии его матери, которая, как выясняется, жила в этом маленьком городке когда-то. Муж об этом не знал, и вот Джейк нашел эти фотографии, поэтому он выбрал этот дом, в который они переехали, потому что этот дом был на одном из снимков. Девочка была просто его матерью, но только в его возрасте, как раз-таки 6-7 лет, потому что вот тут даже написано, так это не было глупо, но я почти начинал верить, что воображаемой подруге моего сына не имелось ничего больше, чем просто игра воображения. Да, так оно и было, если только он не видел духов или призраков. Его воображаемая подруга была просто его матерью, по которой он безумно скучал, принявшую образ девочки его собственного возраста, тем, кто бы смог с ним поиграть так, как она обычно это делала, тем, кто сумел бы помочь ему справиться с пугающим новым миром, в котором он оказался. Но только вот единственное, тут было пару моментов, которых он знал, но в реальности он не мог о них знать, и ему об этом рассказала вот эта воображаемая девочка, и как бы вопросик, то ли он опять это где-то случайно видел, слышал и так далее, либо же всё-таки каким-то образом эта девочка ему специально всё это рассказывала, чтобы помочь им, так как это его мать. В общем, да. Очень интересно, мне осталось всего ничего, где-то 15-20 страниц, поэтому пойду дочитывать. Друзья, доброе утро! Вчера в ночи я дочитала «Шёпот за окном». Я была удивлена концовкой, я не догадалась. Книжка дала в целом все ответы на все мои вопросы, и даже вчерашний вопрос про мальчика, откуда он знал очень много информации, которую в целом он вообще никак не мог знать. Мне дали ответ на этот вопрос, причём очень хорошо связав это всё с концовкой. Кто был убийца и кто украл первого нашего мальчика, это было понятно где-то за 100 страниц до конца, но было очень интересно, как они смогут это доказать и как они его поймают. И потом в конце, когда уже украли нашего главного героя сына, я, конечно, очень переживала, что с ним там будет, успеют его найти или нет. Спойлер, спойлер! Всё благополучно закончилось, не буду вдаваться в детали, чтобы хоть чуть-чуть оставить вам интересненького. Мне очень понравилась книжка, на самом деле дала именно то, что я от неё ожидала. Я немного стрессанула, мне было волнительно, мне было немного ужасно, особенно там вот пару моментов, когда я читала, прям мурашки по коже пробегали, потому что на самом деле жутковато, и всё не очень однозначно, то есть ты не понимаешь, мистика, реальная жизнь, если реально, то как это могло произойти, и что будет дальше. В общем, да, очень интересно, мне кажется, отличная была книга, отличный выбор для ночи в Хэллоуин. Я очень рада, что я прочитала, я ей поставила 9 из 10. Не дотянула до десятки, наверное, просто потому, что я её читала после Роберта Гэлбрэйта, и вот, конечно, наравне с Робертом Гэлбрэтом я просто не могу поставить этой книге 10. Вот рука не поднимается. Но мне очень понравилась эта история, читается очень быстро, тебя максимально погружает в себя, ты не можешь остановиться, пока не узнаешь, чем там всё закончилось. Мне кажется, это самая классная такая хвала для триллеров, которые вот держат тебя в стрессе и не отпускают до самой последней страницы. Я думаю, что люди, которые любят триллеры, и читают их именно поэтому. Я отношусь к тем же самым людям, я обожаю триллеры, мне очень нравится, когда я прям сижу и переживаю и за героев, и за ситуацию, и гадаю, как там всё может закончиться. Обязательно советую к прочтению. Я поняла, что эта серия мне нравится, которая книга уже в этой серии мне понравилась. Каждая книга в этой серии, которую я читала, мне понравилась, что говорит о многом про серию. Самое мое любимое, это про Зои Бентли, «Внутри убийцы» первая книга, так что да, обратите внимание, если вы такой же фанат триллеров, если вы очень любите всё такое, щекотящие нервишки, то вот обязательно «Шёпот за окном», обязательно, там, по-моему, трилогия про Зои Бентли, расследование, абсолютная рекомендацион. Я очень рада, что вы были со мной в это видео, надеюсь, оно вам понравилось, я постаралась передать немножко атмосферы Хэллоуина. К счастью, у меня это получилось, на работе украсили всё настолько классно, что мне не пришлось особо что-то выдумывать у себя дома, так как я уже говорила в начале видео, что не очень люблю украшать именно квартиру под Хэллоуин, максимум я думала поставлю свечку, но потом, когда я увидела все декорации на работе, я подумала, что это будет вообще отлично вписываться в моё видео, вот, поэтому спасибо всем тем, кто старался и делал настроение в офисе. Вот, я вам желаю отличной недели, ну, точнее, у вас уже, наверное, будут выходные, тогда отличных выходных, читайте только классные книги, обязательно попробуйте прочитать «Шёпот за окном», я уверена, что вам очень понравится, ещё раз огромное спасибо за просмотр видео, я буду очень ждать ваших комментариев, давайте пообщаемся, расскажите, какую последнюю страшную книгу вы прочитали, прочитали, или вообще читали ли вы что-то в жуткий книжный марафон, возможно, что за книги, как вам, давайте обсудим обязательно, в этом году у меня жуткий книжный марафон не состоялся, но хотя бы одно видео, посвящённое Хэллоуину, оно есть и будет, так что да, увидимся в комментариях, ставьте, пожалуйста, палец вверх, мне это будет очень приятно, когда вы это делаете, я вижу, что я стараюсь не зря, вам это нравится и заходит, поэтому давайте оставаться на коннекте, чтобы я понимала, что да, вам это всё нравится и интересно, вот, отличного дня, утра, вечера, крутых книг, и увидимся в следующих видео, всем пока!